СМС-оповещение о прописке теперь будут получать казахстанцы, причем сразу в нескольких случаях. Во-первых, при личном обращении в ЦОН собственника жилья для прописки человека. В этом случае СМС придет по факту с данными прописанного. Во-вторых, если человек сам желает зарегистрироваться по какому-либо адресу, собственник также будет оповещен о поступившей заявке. Мы знаем о том, что в республике несколько раз были такие сообщения, как в какой-то квартире. Люди выявляли, что по данным информационных систем у них прописаны совершенно незнакомые люди. Или, например, в какой-то одной квартире прописано 10 и более человек. Для того, чтобы полностью постараться избавиться от такого явления и от такого явления, как помогайки, то есть посредники или предприниматели, которые за возмездную, естественно, основу прописывали граждан по какому-либо из адресов в населенном пункте, для этого этот сервис и запущен. Оповестить систему и в случае, если человек выписал собственника жилья. И это тоже имеет значение. Ведь каждый казахстанец обязан быть зарегистрированным по временному или постоянному месту проживания. За отсутствие прописки предусмотрен штраф. Однако сервис с СМС-оповещением доступен лишь при прописке через ЦОН. Если собственник квартиры или тот, кто хочет прописаться, прописываются онлайн, то есть через портал электронного правительства, то СМС-оповещение приходить не будет. При этом надо отметить, что для того, чтобы пользоваться порталом электронного правительства и прописаться, и собственнику квартиры, и тому, кто прописывается, необходима электронная цифровая подпись, ее можно получить дистанционно в формате онлайн, не приходя в Центр обслуживания населения, либо придя в Центр обслуживания населения и оформив ФЦП. При этом тот, кто прописывается, отправляет заявление о заявку собственнику жилья, и тот, зайдя в личный кабинет, ее рассматривает. И в случае согласия подписывает своей электронной подписью. Это опять же позволяет исключить факты прописки без ведома хозяина. Алексей Кудрявцев, Яна Гала, РТН